Шалом! На прошлом уроке мы изучили бараху. Порой на пошлёт работы ВХС Рунан, который говорится после видов еды, которые не хлеб, не мучное, не виноград и не 7 видов фруктов. Это бараха короткая, но довольно сложная. Давайте ещё раз повторим. Бараха такая. Тут стоит сказать по-русски. Ну, начало я не перевожу, начало обычное, а дальше говорится так. Сотворивший множество живых существ и всё, в чём они нуждаются, за всё, что создал ты для поддержки жизни во всём живущем, благословен, дающий жизнь мирам. Вот такая бараха. И мы её разобрали в прошлом занятии. Мы сказали, что когда человек на самом деле нуждается в еде, то он говорит от всего сердца, от этого бараху, он благодарит за всё то, что Ашем даёт не только ему, а всему живому. Теперь мы переходим к следующей барахе. Она называется Ме-эн-шалош. Ме-эн-шалош, бараха Ме-эн-шалош. Чтобы понять эту бараху, как она так вот образовалась, она более длинная. И там упоминается Иерусалай, там упоминается Бета Мигдаш. Чтобы это понять, давайте пойдём к первоисточнику, к пасуку истории, который повелевает говорить барху после еды. Пасук такой. В книге Дворим, Перек Хет, пасук Ют, написано так. И будешь ты кушать, и ты насытишься, и благослови Ашема за землю хорошую, которую он дал тебе. Смотрите, тут заложено очень много в этом пасуке. Во-первых, тут сказано, что Вахальта Васавата. Ты будешь есть, и будешь насыщаться. Потому что можно есть, и не насыщаться. Такое тоже может быть. Можно есть много, и не насыщаться, можно есть мало, и да, насыщаться. Когда человек есть мало, и насыщается, называется, что есть бараха в еде. Это и так вот и так есть, но там есть бараха. Это хорошая еда. Вахальта васават, это будешь есть и будешь насыщаться. Вахальта васават, и после этого уберахта. Вот из этого уберахта мы учим, что надо говорить благословение после еды. Берахта ташемлю кеха аля ара цатуива, ашерна тан лах. Тут видно еще несколько вещей. То есть мы благодарим не только за еду, но также и за землю, которая дает эту еду. И речь идет о земле особенной, ашерна, ашем натан лах, которую Ашем дал тебе. Интересно, что можно выучить из этого посылка, что бараха говорится только в том случае, когда человек наелся. Вахальта васаватта уберахта. Поел, наелся, и вот тогда только благослови. И на самом деле по торе, по этому посылку, есть обязанность по торе говорить бараху только в том случае, когда мы наелись и мы насытились. Во всех остальных случаях барахот это дарабанан. Например, барахат Амазон после хлеба. Когда человек съел мало хлеба, и он еще чувствует себя голодным, он еще не наелся, то он говорит, барахат Амазон, но это постарение мудрецов. А по торе барахат говорится только в том случае, когда человек полностью наелся. Это интересно, есть такая история, как ангелы пришли с претензией к Риббоношулюлям. Вообще ангелы часто приходят к нему с претензиями по поводу народа Израиля. Это понятно, потому что мы их конкуренты. Ангелы, они находятся близко к Ашему, они ему песни воспевают. А мы их конкуренты. А тоже Ашему любят, мы тоже ему песни поем, Ашему говорим барахот. Поэтому ангелы все время пытаются нас вытеснить. Они пришли к Ашему и говорят Риббоношулюлям. Ведь в 2 торе написано, если только послуг, в торе, ло иса паним в люках шохот. Это книга дворин, перекют послуг юдзайн. Ашем ашир ло иса паним в люках шохот. То есть по-русски переводит так, что Ашем не будет предвзято относиться никому. То есть, что ты не лицеприятствуешь. Так вот перевод. То есть, ты не выбираешь себе кого-то, кому-то относишься пособенному, кто-то симпатичный, твои любимцы, а все остальные, они как бы менее хорошие. Ашем говорит, такого нет, у меня все равны. Так говорит Ашем. Все равны, я не беру никаких взяток. Ни денежных взяток, ни каких взяток. То есть, по-русски все равны. Ло иса паним в люках шохот. Дословно, я не к кому свое лицо не поворачиваю больше, чем к другим. Все равны. Так написано в Торе. Сказали ангелы, если только послух. Она написала так в Торе. Так почему же в Беркат Куаним, когда Куаним благословляют народ Израиля, там говорят Куаним, иса ашем пана в элеха, иса ашем пана в элеха. Это часть из Беркат Куаним. Верха ашем и вешем в элеха, иса ашем пана в элеха. Там написано, что, в прямом тексте написано, что Ашем, он к нам расположен больше, чем кому-то другому. Сказали ангелы, это несправедливо, это как бы противоречие. Почему так? Ашем сказал, смотрите, я вам объясню. Я написал в Торе. Бахальта, васавата, уверахта. Ты будешь есть, и ты насытишься, и ты благословишь. То есть я прошу меня благословить только в том случае, когда человек, на самом деле, сытый, наелся. Но Бне Исраиль. Так они меня любят. Даже если они скушают немножко. Кизайт, 28 грамм, примерно. Они скушают 28 грамм хлеба. Это даже меньше, чем кусочек хлеба. Они уже говорят, барикат Амазон. Так они меня любят. Так они хотят меня благословить. Если так себя ведут по отношению ко мне, неужели я не буду к ним вести себя так, тоже, как бы, по-особенному, как они любят меня. Я так же люблю их. Поэтому сказано, Исса Ашем Панавелеха. Так объяснил им Ашем. Спрашивает на эту тему, спрашивает Аравы Нафтолий Копшиц. Он спрашивает, есть очень много митцвот, которые евреи делают больше, чем тоже заповедуют. Это известно, есть много постоянных дорабанан, когда человек делает более, чем тоже требует. Ну, примеров очень много. Например, цицид, митцвот цицид. Например, ночью не обязаны, не в любая одежда обязаны. Мы специально надеваем на себя такую одежду, которая обязательно требует цицид. То есть мы делаем всегда больше, чем от нас требуется. Арбамини, мы тоже делаем весь праздник Арбамини, Хатапаторий только первый день. Много-много примеров. Так почему же Ашем сказал именно про Беркат Амазон? Что, не хватает других примеров, когда евреи делают больше, чем от них требуется по Тории? Куча примеров. Но Беркат Амазон – это что-то особое. Это говорится после еды. Смотрите, нам трудно представить это. Опять-таки, мы уже в реальности, когда очень много еды. Еда выкидывается, я сказал, тонны, миллион тонн выкидывается еды. Мы уже не знаем, что такое голод. Барухаше, но все равно надо ценить и есть запрет, и с тобой иду выкидывать. Я помню, что когда я был в Израиле в армии, был молодым солдатом, меня так потрясло, что в столовой много хлеба выкидывается. Мы были на большой-большой военной базе, называется Цуки-Увда, на юге. Там был курс молодого бойца. И там раз в неделю командир всех собирал и слушал проблемы солдат. Каждый говорил, что у него болит, что он хочет плавить, что у него там не работает оружие. Все-все-все претензии, которые могут быть, выслушивались. И я сказал, что выкидывается в столовый хлеб. То есть там как было? Там был стол, на котором сидело, скажем, 6 или 8 солдат. Буханка нарезанного хлеба. Обычно, когда трапезы оставалось больше половины этого хлеба, все это бралось и сразу выкидывалось в мусорный ящик. Получается, что большая часть хлеба просто вбрасывалась в мусор. Я на это пожаловался. И потом я увидел, что на самом деле есть изменения. После этого стали брать хлеб, заворачивать его в узел, завернули, положили в сторонку. Потом на следующей трапезе снова вы подавали. Почему нет? Хлеб чистый, почему его надо выкидывать? Потом я даже видел, что на всех базах это распространилось. Я очень рад, что я так повлиял на то, чтобы не выкидывали хлеб. Нам часто кажется, что мы не можем что-то повлиять. У нас не все нас не будут слушать. На самом деле это не так. Нас, да, слушают. И когда можно, надо пытаться, да, повлиять. Каждый может повлиять, причем даже очень много. Так это касается изобилия еды. Но когда нет еды, когда на самом деле нет еды, когда человек живет, у него дома на самом деле нет еды, и такое может быть, и такое было часто, нет еды. И тогда, когда у тебя наконец-то какая-то перепала крошка хлеба, там кусочек хлеба, ты ее съел, и ты еще голодный. Я вовсе не уверен, что человек захочет говорить барахум после этого. Наоборот, он как бы немножко внутри себя, он может быть как бы недовольный и злиться на Ашима. Как такое может быть, что вот нет хлеба, я не буду говорить барахум. Ну что, евреи так себя не ведут. Евреи, они даже самая маленькая, они благодарят. Есть пример, ну, это есть пример на сайте, там есть рабочий гиграйтер, он рассказывает про юношу, который был потом, Ребей из Чернобыль, как ему доставился очень маленький кусочек хлеба, да, и он потом, он начал возмущаться, его посадили в чулан, он там увидел графин, сколько-то белая жидкость, он подумал, о, тут еще молоко есть, обрадовался, да, взял, сунул эту свою горбушку в это молоко, попробовал, а это казалось известно, не молоко, и так у него вообще не осталось хлеба. Тогда он понял, выучил урок, что надо быть благодарным за то, что есть, а не жаловаться, да, то есть, если бы жаловаться, то эти заберут. Много таких примеров. И поэтому Ашим сказал, что, видите, евреи даже всегда меня благодарят, не важно что. И поэтому мы учим важный урок. Переходим к брахе, который говорится после пяти видов злаков, а также после вина или сока виноградного и после видов плодов, которые славится земля Израиля. Еще раз напомню, какие-то плоды, это, ну, начнем по порядку, как вы помните, мы говорили, по семечкам, по суку, видно, это оливки, это финики, потом это виноград, и инжир, и гранаты. Вот эти пять видов, на них говорится в конце, это браха. Она называется мейэншалош. Браха, мейэншалош. Почему называется мейэншалош? Потому что она вкратце передает первые три брахот из бирката Мазон. Почему это так? Потому что биркат Мазон, говорится, после хлеба. Тут попоели что-то, что не хлеб. Это мучные изделия, разные там пирожки. Давайте посмотрим еще раз на картинке, на пасуг, на это посмотрим. И мы тогда поймем, почему им называется мейэншалош. Значит, пасуг, мы сказали такой пасуг. Вахальта, вассаватова, брахта. Это шемель, киха, адарта, шеннатенляха. Это тут есть три раздела. Вахальта, то есть первая часть брахи, это то, что мы поели. Поели и насытились. Потом мы говорим вторую часть о земле, аля арец, атова, земля, которая нам дает эту еду. И третья часть брахи, это уже не просто земля, а это уже Иерусалим. Какая земля? Атова, хорошая земля, имеется в виду Израиль, а шерашемнатенляха, это Иерусалим. Вот эти три части брахи, три части брахи, еда, земля Израиля и Иерусалим, это эти три части, это беркат Амазон. И вот эти все три части, которые они длинные, беркат Амазон, все это как бы хохамим поставили вот в эту браху, которая говорится после мощных изделий. Давайте посмотрим следующую картинку. О, это то, что нам подходит, когда вот, допустим, после этого, то есть такие блины, они тонкие, не толстые, как мы говорили на позапрошлом уроке, тонкие блины, на них нельзя сделать трапезу, поэтому постоянно будет браха, ме-эн-чалош, ме-эн это как будто, как три, да, ме-эн-чалош, как три первые брахи из беркат Амазон. Давайте посмотрим на эту браху, ме-эн-чалош, вот описано браха, ахруна, ме-эн-чалош, последняя браха после еды, из первой браха до еды, а из браха ахруна после еды, браха ахруна, ме-эн-чалош, как будто три брахи из беркат Амазон. Итак, значит, все зависит от того, что мы ели. Если мы ели просто что-то мучное, допустим, блины, то мы говорим, вот тут написано вот сверху, да, аля мизунот, это все, что не хлеб, мучное, но не хлеб, пять видов, но это не хлеб, мы говорим, барухата, шэм элокен эмелеха улям, бараха, аля михья, аля калькаля. Почему написано аля михья, а не аля мазон? Это ведь мазон. хахамин специально сделали так, чтобы была какая-то разница между биркат Амазон и между бархой аля михья, чтобы люди не путали. Там мы говорим, азанат валян кулё, амазон, а тут мы говорим слово михья. Михья тоже дает нам жизнь, да, аля михья, то, что нам дает жизнь. Аля михья, это в случае, если мы ели мучные изделия. И дальше, и вообще за весь урожай полей, как я говорил, исправило, что мы когда уже находимся в контакте с шэмом, уже в контакте, мы уже разговариваем, говорим бараху, так мы же упоминаем только что-то конкретное, мы же упоминаем все, что вокруг этого, и поля, и всю землю, мы упоминаем. Поэтому мы говорим аля михья, то, что мы поели, в аль тунувата саде. Тунувата саде, как будто дословно урожай, урожай поля, урожай поля. В аль тунувата саде. И это первая часть брахи. Вот она такая короткая. И это, по идее, отражает первую часть браката амазон. Это браха за еду. Мы сказали бараху на еду. Аля михья, в аль калькаля, в аль тунувата саде. Калькала это как бы припитание. Припитание. В аль тунувата саде. Строчка закончилась, потому что закончилась первая часть брахи. Вторая часть брахи, она уже идет на землю. Это написано так. В аль эрец хемда, за землю. За землю. Какую землю? Эрец хемда. Эрец хемда от слова хемид. Земля прекрасная. Това. Това это хорошая, да? Вместе с этим благодатную землю. Хемда, тува, хорошая земля. Урыхава и просторную. Израиль, земля просторная. Если посмотрим на карту, то этого как бы незаметно, что Израиль, земля просторная, потому что мы смотрим на карту, как мы привыкли. Наверху север, внизу юг, получается Израиль узкий. Но надо на карту по-другому смотреть. Карту перевернем. Теперь у нас наверху будет восток. А внизу будет запад. Слева получается север, справа юг. Раньше так люди смотрели на карту, потому что солнце сходит с востока, там начало. И поэтому Израиль получается на самом деле очень широкий. Очень широкий, да? Слева, севера, направо, на юг. Получается Эрец Рахава. И мало того, что она Рахава, на ней еще есть много-много разных подразделений. Потому что есть 12 зон климата. Снег на севере, в это же время на юге жара, пустыни, поля, горы. Есть все. Эрец Рахава. Широкая земля. Широкая и благодатная. Эта земля называется Эрец Зават Халавудваш. Известная есть такая песня Зават Халавудваш. Эрец Зават Халавудваш. Зав это как будто течет. Зав течь. Зават Халавудваш. Земля, которая течет молоком и медом. На этом Марша говорит, не написано Эрец Зават Халавудваш, который течет молоком и течет медом. А течет молоком и медом. Вместе, как будто молоко и мед смешиваются. Где мы такое видели? На самом деле в Масахет Ктубот приводится, что эти свидетели, которые видели, как по Израилю течет молоко, смешанное с медом. Есть несколько свидетелей приводится в Таналамуде. Масахет Ктубот, вы можете посмотреть. 111-я страница на перевороте. Есть Алиф Бет, Амуд Бет. Там написано, как люди видели, допустим, там приводится история, как в Бнебраке видели, как дерево с финиками, не финики, а фиги, инжиры, были очень такие уже мясистые и плоды созрели. И с них сок стекал и внизу паслись овцы. Они ели, травку щипали, у них тоже было очень много молока в имени, у них тоже молоко уже текло из имя. И все это смешивалось. И молоко, которое у них уже много не ели, их не подоили, их молоко уже текло. И сок этот называется дваж. Мы говорили, что сок от фиников или от инжира это называется дваж. Это смешивалось, это текло, как какой-то ручей, прямо так вот. И это было много. И он сказал, этот хахам кто-то увидел, он сказал, о, теперь я понимаю, почему написано эрц зават халявудваш, земля, земля, которая течет молоком и медом. То есть это не какие-то высокие слова, это не просто посуд говорит какая-то такая метафора, а и так это буквально понимается. Эрц хэмда, тува, урхава, эту землю нам Ашем, он нам ее и дал в наследие, дал отцам нашим. Написано, шэрацита вэйнхальта ля авутэйну. Рацита вэйнхальта нахала удел ля авутэйну нашим отцам. А вот Аба, да Аба, а вот Атар, отцита ты хотел вэйнхальта ля авутэйну. Ты дал ее нашим отцам. Чтобы мы от него питались, ели с него ля холь ми пирья. Ля холь ми пирья. Есть от плодов его. Давайте еще посмотрим на пастук на этот. Ля холь ми пирья. Пирья, видите, ля холь ми пирья. Давайте еще найдем, где-то находится в какой строчке. Это вот конец второй длинной строчки. Длинная строчка, а вот в конце длинной строчки написано ля холь ми пирья. в конце длинной строчки ля холь ми пирья. Там есть точечка буквы гей, мапик, то есть это пирот шила. Ля холь кушать. Ля холь ми пирья. Ми это от фруктов, от плодов ее. Ты дал эту землю нам, нашим праотцам. Ля холь ми пирья. Питаться фруктами и плодами ее. В лизбоа метува. Лизбоа это слово сове, насыщаться, чтобы насыщались плагами ее. Разные, разные виды фруктов и овощей, все, что растет на земле. Лизбоа метува. За это мы и благодарим. Это вторая часть, вторая часть этой брахи. это браха на землю Израиля. Тут уже заодно тоже мы подключаем и Иерусалим, самая главная часть земли Израиля. Мы просим, чтобы Ашемс милостивился над Иерусалимом. Это Иерусалим же Бог, Бог наш над Израилем. Не говорить это так. Рахем на А это как пожалуйста Рахем Иерусалим Рахем на Ашем Лукейну Алиссраэль Амеха Сначала мы говорим про народ. Пожелеть свой народ. Пожелеть свой народ, чтобы мы жили в Израиле во-первых и жили как нормальные люди. Мы жили в Израиле спокойно, свободно, как полагается по Торе. Рахем Алейну Алиссраэль Амеха Астрель народ твой. Вал Иерусалим Иериха Иерусалим Иериха И тоже смелость над Иерусалимом Иериха городом твоим Иерусалим Иериха Сжалься Сжалься над Иерусалим Иериха над твоим Иерусалимом Иерусалим город твой Иерусалим Иериха Валь Цион Мишкан Квуд Иериха Тут мы все глубже глубже продвигаемся ближе к храму, уже говорится про цион, обителью славы твоей, это уже близко к храму, да, там где арцион, альцион мешкан квадеха, ну мешкан там есть шхина, шхина ты кого-то, твоей славы, квадеха, валь мизбехеха, это уже жертвенник алтарь, мизбехеха, твой алтарь, который стоит храме, валь эйха-лэйха, это уже сам храм, то есть внутренняя часть храма, это уже эйхал, то что находится уже внутри самого храма, здание, это уже эйхал, то есть мы зашли до самого внутреннего храма, рах nan. Рахем алколь, это рахем аллено. Рахем алзе, ваал Иерусалим, ваал Бят Микдаш, ваал Мезбех. Велиха-леха. Увне Иерусалим Иеракодыш бемира байамину. Увне, на слово ливнот, это публично наклонение, ливнот бне, бне. Ацтро Иерусалим, уввне, пожалуйста, уввне Иерусалим, ацтро Иерусалим, Иеракодыш, город священный, Иеракодыш, бемира байамину. Магир, это быстро, поскорее, вскоре, байамину, в наши дни. Байамину, бемира байамину, в наши дни. Ваалейну литуха. Алейну, это снова как бы такая просьба. Лаалот, как бы приведи нас, чтобы мы поднялись в Иерусалим. Алейну литуха, внутрь, внутрь Иерусалима. Чтобы мы удостоверились подняться в Иерусалим. Ваалейну литуха. Ваалейну бе биньяна. Сам хейну, сам эх, это радость, да, сам хейну. Обрадуй нас. Чем? Бе биньяна. Его восстановлением. Ливно строить, его отстройкой. То, что будет построено Иерусалим, обрадуй нас этим, чтобы уже наконец-то был построен храм. В сам хейн бе биньяна. То есть каждый раз, когда мы говорим бараху после еды, мы упоминаем Иерусалим. Почему? Для того, чтобы кушать в святости. Дело в том, что в Иерусалиме мы кушаем в другом, не как в других местах. И коины, которые они кушают в Иерусалиме, кушают по-другому. В этом выражается святость евреев, что они все делают в святости, включая еду. Написано венухаль неприя. Мы будем кушать от плодов ее земли. Это женский род. Земля, это женский род. Венухаль нохаль. Да, мы будем кушать. Написано венухаль неприя венисба метува. Будем кушать от плодов и насыщаться плагами ее. Тут я только замечу, что нохаль, там о, там есть точка наверху. Значит, нохаль, в будущее время мы будем кушать. Анахну нохаль. Если бы сказать нохаль, то это другое слово, это уже я холь, это могу. Надо не путать. Значит, о, это кушать, есть, а у, это мочь. Например, ани лёухаль. Я не смогу. Ани лёухаль, это я не буду кушать. В этого разница, о или у. Как бы все остальное очень-очень похоже. Ещё раз. Нохаль, это мы будем кушать. А нухаль, это мы сможем. Ани лё охаль, я не буду есть. Ани лё ухаль, я не смогу. У, это я холь, мочь. Лё ухаль, не смогу. Лё охаль, это я не буду есть. В анухаль ми прия, перо тшила, снова, снова перья, перо тшила. Скорщённая форма, перо тшила. В низба, из бооса ве, с этабицитом. Мы насытимся метува, от благ её. Уни варахаха, аллея, бигдуша, увтара. Мы будем благословить себя за неё, аллея, за неё. Бигдуша, святость, кадош, увтара. В чистоте, имеется в виду чистота ритуальная, тагор, тагора. Как я сказал, что как куаним. Не только как храме. Есть люди, которые раньше, когда было понятие тумай тара, тоже они питали святости. То есть, они не ели всё. Это касается тоже самому быть чистым, ритуально при еде. Так мы просим, чтобы мы кушали бигдуша, увтара. Это третья часть брахи. На самом деле, тут есть ещё и четвёртая часть. Но браха называется «Меньша ложь». Почему? Потому что по Торе, как мы сказали, есть только три части. А четвёртая, это часть уже добавка от мудрецов. Поэтому называли только «Меньша ложь». Но четвёртая часть, которая есть в Биркад Амазон, она называется «Товве Амитив». Она тоже здесь присутствует. Вот эта следующая строчка, это четвёртая часть. Написано в скобочках «Тософот». Если мы это говорим в какие-то праздники, или в шаббат, или в рушходыш, там есть вставка на эти особенные дни. Тут этого не написано. И после этого говорится «Ки ата Ашем Тов». «Ки ата Ашем Тов Умитив Лаколь». «Ты добр» и «Ты делаешь добро». «Тов Умитив Лаколь» для всех. То есть ты делаешь добро, и ты делаешь ещё больше добро, как бы так, для всех. «Ки ата Ашем Тов Умитив Лакольф». Мы будем тебя благодарить. «Ки ата Ашем Тов Умитив Лакольф». Тут написан у меня перевод. «И мы возблагодарим тебя, Аля Арыц, за землю». И дальше, в зависимости от того, что мы ели. Если мы ели, опять-таки, блинчики, то мы говорим «Аля Мехья». Написано в самом низу. В самом низу написано «Аля Мехья». Не знаю почему, но написано в самом низу. «Бонудэ Алиха Аля Арыц». «Мы будем благодарить тебя, Аля Арыц». «В Аля Мехья». «Мехья» — это то, что нам даёт силы, жизненные силы. Это мощные изделия. И это была четвёртая часть. И в конце мы закачиваем всю эту браху. У нас было начало брахи. «Баруха Таашем» и конец брахи. В самом конце мы говорим «Баруха Таашем», «Аля Арыц», «В Аля Мехья», «В Аля Калкаля». Как в начале, так и в конце. То же самое. «Баруха Таашем», «Аля Арыц», «В Аля Мехья» мы добавляем, «В Аля Калкаля». Если мы ели не Мезунот, а мы ели, допустим, финики, то всё то же самое. Просто в начале мы говорим «Аля Эц», «В Аля Приа Эц». Это тоже интересно, что мы, опять-таки, благодарим не только за фрукты, но мы ещё благодарим за само дерево, «Аля Эц», «В Аля Приа Эц». За дерево, которое даёт плоды, и за плоды, и за землю, которое даёт это дерево. То есть это весь комплекс земля, дерево и плоды. Всё мы благодарим. И то же самое в конце, так же мы заканчиваем эту «Бараху». И то же самое, если мы пили просто только вино или сок, «Аля Гефин», «В Аля Приа Гефин», «В Аль Тнувата Сады». Всё остальное так же, как и при «Барахе Аля Мехья». Вот давайте скажем, допустим, ещё раз, я прочитаю, как будто я сейчас выпил стакан вина. Стакан вина выпил, и я, значит, говорю «Бараху». «Бараха, Гефин» «В Аля Приа Гефин», «В Аля Приа Гефин», «В Аля Тнувата Сады», «В Аля Аля Цхемда» «Тоба» «Орхава» «Что рацит и вынхалит для авотина» «Леход меприя и лезбор митоба». «Рахемна» «Ашем Милокину» «Аля Исраил Амиха», «В Аля Иерушулаем Амира» «В Аля Цион Мишкан Квудеха», «В Аля Мизбехеха», «В Аля Ихалеха». «Увне Иерушулаем Мира Кудес» «В Мира» «В Аля Вамино» «В Аллену Летоха, В Самахену Бабниана». «В Наукал меприя» «В Нисбах Митоба» «Вưng Небереха Аля» «Бкדоша У Тארа» «Кияха Аts valve ума Тgiggles» И тут еще в скобах написано «бет али фьют». Если это вино, оно израильское, то мы говорим не просто гефен, мы говорим «бет али фьют». Не просто «при агефен», а «при гафна». Мы говорим за «при гафна», то есть это виноград, это вино земли твоей. А, это относится к земле. Аля арец, мы благодарим за землю, землю Израиля. Аля арец, вали при гафна. И за вино этой земли. В конце, опять-таки, с точки, это нам показывает на принадлежность. Вино принадлежит земле Израиля. То же самое с «пирот», если мы ели фрукты, мы говорим «аль пирот». Это вот вторая браха. Баруха та-ши. Аля арец, вали пирот. А в Израиле говорим «ва аль пироте». Это мы разобрали сейчас вторую браху. Баруха шем. Теперь можем есть все спокойно. Знаем все брахот, кроме «берикат Амазон», самая главная браха, которая говорится после еды хлеба, или когда мы едим много мезунот, и мы решаем, что это наша трапеза, наша трапеза будет на пиццу. Мы съели много-много пиццы. Сейчас надо сказать «берикат Амазон», если там тесто, пицца, было такое, как подходит для хлеба. Это уже тема следующего урока «берикат Амазон». Спасибо за внимание. Еще раз всем желаю приятного аппетита, чтобы все, что мы ели, было здоровья и радовало нас. Всего хорошего.